Итак, дорогие друзья, в этом видеоролике покажу действительно рабочий способ, так что присаживайтесь поудобнее. Айо, всем привет, дорогие друзья, на связи Артём. И сегодня на данном видеоролике я расскажу вам, как вы можете вернуть банковские приложения, которые пропали из App Store на свой iPhone, то бишь на любое iOS-устройство. Для начала, насколько вы знаете, приложение Tink of Bank, а также Сбербанк Онлайн, и ZBall, который выпускали, но он держался всего неделю в App Store, ее потом снова удалили. И сейчас в данном видеоролике я хочу рассказать, как вообще скачать, вернуть эти приложения на свой iDevice. Ну, я перепробовал очень много способов установки данных приложений на свой iPhone. Некоторые меня разочаровали, но в данном видео я расскажу вам действительно рабочий способ, который работает у меня на минуточку уже несколько месяцев, и никаких проблем с работоспособностью приложений я не обнаружил. Ах да, эти приложения работают на iOS 16 и iOS 17. Ну что ж, поехали! Итак, дорогие друзья, давайте перейдем к самому способу, откуда я скачивал пару месяцев назад, точнее два месяца назад, приложение Сбербанк Онлайн и Tink of Bank всего лишь в один клик, и у меня это получилось без каких-либо проблем. И я делюсь этим способом сейчас в этом данном видеоролике. Ну что ж, давайте перейдем к Safari, а вы можете открыть любой браузер, будь то это Яндекс.Браузер, либо Opera, либо какой-нибудь там Chrome. Это абсолютно не важно. Способ работает на всех браузерах. Ну давайте перейдем. Сайт называется ruapps.ru.apps.ru. Как видите, здесь нас приветствует главное, и мы видим, что мы можем вернуть банское приложение на ваше устройство в один клик. Нажимаю кнопку «Установить», как видите, здесь есть каталог приложения, зеленый банк и желтый банк. Сейчас расскажу, что такое зеленый банк, вы можете сами загуглить, и желтый банк. Как видите, все предельно понятно. Ну что ж, дорогие друзья, как видим, что мы будем, должны ввести свою почту перед покупкой. Да-да, это не бесплатный способ, но мы получим эти приложения ровно в один клик, можно сказать, надолго. Я так надеюсь. Но пока у меня все работает. Также есть гарантии, и ниже всякое описание. Давайте продемонстрирую от А до Я, как это все работает. Нажимаем «Ввести нашу почту». Кузнец. И далее мы должны выбрать, какое приложение хотим установить. Как видите, есть кнопка «Купить» и «Установить». Всего лишь 250 рублей. Да-да, я думал, что эти приложения раздают каким-то там китайским сертификатом разработчика, но, видимо, у них есть какие-то контракты, и они купили свой корпоративный сертификат разработчика Apple, на который можно подписывать разные приложения и раздавать на устройство. Это такой сейчас метод обхода App Store. Нажимаем, например, на зеленый банк. Это у нас Сбербанк, а желтый банк – это Тинькофф. Вы можете сами загуглить, почему так произошло. Нажимаем на кнопку «Купить» и «Установить». Нас перебросит на оплату. Давайте я оплачу эти 250 рублей и продолжу запись видеоролика. И да, дорогие друзья, я только что оплатил и меня перебросило на страницу установки приложения Сбербанк. Нажимаем «Открыть» и сайт собирается мне установить приложение Сбербанк. И да, дорогие друзья, как вы можете видеть, приложение Сбербанк у меня остановилось за считанные секунды на мой смартфон. И оно полностью рабочее. Ну что, дорогие друзья, оставляйте комментарии. Получилось у вас скачать удаленное приложение. Всем удачи и всем пока!